Здравствуйте, дорогие друзья! С вами опять я, Клавдия Корнева. И сегодня я вам хочу показать, как можно приготовить манник на ряженке. Ну, манник лимонный будет. Нам понадобится 2 яйца. У меня вот здесь 2 яйца. Значит, что здесь самое главное. Вот у меня здесь стакан. Этот стакан 150 грамм. Значит, мы будем мерить манку стаканом. Вы можете брать любую емкость, но только чтобы были 3 ингредиента одинаковых. Это манка, сахар и ряженка. Вот видите, манку я насыпаю. Значит, сахар отмеряют. Так, так же. Сахар. Ряженку. Отмеряем. Вот эти 3 ингредиента будут точно-точно одинаковые. Значит, 2 яйца. Мне надо будет их просто, видите, разбить. Не надо их взбивать сильно. Просто желток с белком соединить и все. Значит, что еще. Разрыхлитель теста нам. Одна пачечка понадобится. Или здесь 18 грамм. Потому что кислоты нет у нас в ряженке. Поэтому понадобится. И лимон. У меня большой лимон. Значит, я возьму пол лимона. На цедра пойдет вся. Итак, вот цедра лимона. Значит, я ее сюда. И половина лимона я выжму сок. Если небольшой лимон, то весь. Ну, примерно 2-3 столовых ложки будет. Значит, убираю я семена. И выливаю сок сюда. И вымешиваем тесто. Можно добавить соль. Можно не добавлять, так как это сладкий манник. Когда я добавляю, как нет, это не имеет значения. Просто хорошо вымешиваем. И будем выливать в силиконовую форму. Ну, прежде пускай постоит минут 15. В таком виде. Далее я беру силиконовую форму. И немножечко ее смазала дно. Так как оно рифленое. Поэтому смазала. А вообще форму смазывать не нужно. И выливаю наше тесто. Тесто у нас жидковатое. Такое оно должно быть. И при температуре 180-190 градусов 20 минут ставим в духовочку. И вот наш манник уже готов. Видите, простоял он 20 минут в духовочке. И теперь я его просто переверну. И аккуратненько достану. Ой, видите, какая красота. Можно немножечко сахарной пудрой притрусить. Совсем чуть-чуть. Для красоты. На сладости он и так сладкий. Вот так. И сейчас я хочу разрезать. Показать вам, какой наш манник в разрезе. И вот манник, видите, в разрезе. Очень красивый. Приятного аппетита и удачи вам. Готовьте с удовольствием. Радуйте своих близких.